Здравствуйте, дорогие друзья! Создается Ноев Ковчег 21 века. Так. То есть известно, что существует 11 массовых вымираний за период вот этих миллиардов лет. Самое большое было, называется, Пермска, когда вымерло 95% всего живого на Земле. И вот сейчас в России хотят собрать все виды живых организмов и построить такой Ноев Ковчег. Ну, пускай строят. Банк такой создан. Я не знаю, наша Земля и вообще наш мир, они уже тоже конечны. Ведь материя – это данное нам в ощущениях. Такое определенное ощущение нашего мира, событийность в нем, существование в нем, последовательность, время. Это ведь все только лишь происходит в наших ощущениях. На самом деле, что находится вне наших ощущениях, мы не знаем. Это неизвестно вообще, что существует что-то или нет. Так что мы тогда в банк вкладываем? Ну, пускай играются дети. Вот как дети играются в песочек. Для них это вся жизнь, общение, ругаются, дерутся, крики, слезы, сопли и так далее. То же самое и человечество. Тысячелетия существования в этом мире мы тратим на то, чтобы построить из песка какие-то вот такие вот города, мир. На этой маленькой планете что-то. Архивы, библиотеки, кинотехи. Ничего не спасется, никому это не надо нигде и никогда. Причем этого на самом деле не существует. Это все существует только в наших ощущениях. Наши ощущения скоро будут меняться кардинально. Мы будем начинать ощущать мир в новом свойстве. В свойстве отдачи. И тогда свойство сегодняшнее, свойство получения, оно будет казаться нам совершенно несуществующим. Мы поднимемся над ним. И все, что мы выстроили в этом мире, это все просто растает, как дым. Мир исчезнет, потому что человечество перейдет в новые ощущения, в новую систему координат. Не из-за того, что будут ядерные войны. Нет, нет, нет. Ядерные войны все равно не уничтожат все человечество. Потому что человечество должно дойти до состояния, когда оно меняет себя, исправляет себя, поднимает себя. А ядерные войны, они уничтожат хоть 90% человечества, неважно. Но на те 10%, которые останутся, обязаны будут выполнить всю программу творения. И тогда вот исчезнет все, что сегодня мы ощущаем в нашем мире. Сегодня мы будем ощущать себя и материю, будем ощущать себя и окружающий мир совершенно в ином виде. В виде одной единой души. Не жалко вам, что ваши 70 дней, которые вы написали, так исчезнут? Да мне же хоть завтра пускай исчезнут. Наоборот, наоборот, а то человечество денется вперед. Я знаю, что вот моя работа другая, по движению человечества вперед, по движению его, она никуда не исчезнет. Она записывается на тех достижениях духовных, которые кто-то когда-то сможет на себе провести. Субтитры создавал DimaTorzok